После ночной смены работники Одинцовской станции скорой помощи приехали в Хлюпинское лесничество. Они признаются, что об акции Лес Победы узнали из газет. Для них посадить деревья – большая честь, ведь каждому русскому дорога память о Великой Отечественной. Чтобы на будущие века наши следующие поколения помнили о победе и о тех жертвах, которые были сделаны ради нас, ради нашей жизни и жизни наших дальнейших поколений. Учитель истории из Захаровской школы присоединилась к акции не случайно. Марина посвятила одно из посаженных деревьев своему дедушке – Ивану Кузьменкову. В годы войны он был разведчиком. Она подчеркнула, что такие мероприятия, как Лес Победы, не только развивают в учениках дух патриотизма. Считаем, что это просто необходимо в память о наших дедах, прадедах, которые подарили нам жизнь. Общественные деятели, ветераны и жители района – любой желающий мог стать частью масштабной экологической акции. Я тоже решила присоединиться к акции Лес Победы. Посадку дерева я посвящаю своему дедушке – Шелевскому Демьяну. Он ушел на фронт в 41-м, но так и не вернулся домой. Я помню, я горжусь. В этом году на территории района можно было посадить деревья на семи площадках. Основными стали Центральная площадь Одинцова, Кубинское и Хлюпинское лесничество. Возле Чегасова Лес Победы сажали около тысячи человек. На 9 гектарах появилось 37 тысяч годовалых сосен. Конечно, искренне рад, что такое количество принимают. Потому что мы не ожидали, честно говоря, что настолько откликнутся люди. Даже если заметили, инструментарий не хватает, и тем не менее люди выходят на поля и стараются даже своими силами помочь любыми способами, чтобы принять участие. Для проведения акции в области оборудовали 88 площадок. Всего на территории Подмосковья высадили более миллиона саженцев. Главная цель акции – в честь каждого погибшего на войне – посадить по дереву. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.